Приветствую всех на своем канале! Я тоже посетила магазин FixPrice и хочу вам показать свои покупки. Кому интересно, приглашаю к просмотру. Уже давно я смотрю обзоры девчонок про новогодний FixPrice. Я тоже решила там побывать. И давайте сначала я вам покажу новогодние покупки. И самая интересная, наверное, покупка это вот такая елочная игрушка. Очень забавная она мне показалась. Внутри вот такой, наверное, это пенопласт. Шарики такие. Я уже хочу открыть, посмотреть. Какая большая новогодняя елочная игрушка. Шапочки. Кстати, шапочки были разные на них. Вот такая забавная игрушка, на мой взгляд. Вязаные такой шапочки. Снеговичок. Вот. Вот такая покупка была. Еще я взяла вот такие декоративные ленты. Снежное кружево называется. Два с половиной метра здесь. Три цвета. Ну, я в основном взяла из-за вот этого серебристого цвета. Ну, я думаю, остальные тоже мне пригодятся. Это пайетки, прикрепленные к ниточке. Должны мне пригодиться. Еще с прошлого года мне понравился вот такой спрей. Снег называется. Я взяла белый. Там, по-моему, еще цветной есть. В этом году они тоже появились. Мне очень нравится. Тоже пригодится, я думаю. Еще я взяла вот такие елочные игрушки. Они были разных цветов. Но вот такой серебристый остался последний. Поэтому коробка вся такая разбитая. Сейчас покажу. Здесь четыре вот такие шарика. Вот такой интересный мне показался дизайн. Они были разноцветные тоже. Я нынче собираюсь украшать елку в серебристых тонах. Поэтому решила подобрать именно такого оттенка. Вот в такой коробочке. Вот. Дальше взяла вот такие декоративные элементы. Наверное, тоже видели. Они разноцветные есть. Мне в основном тоже нужны серебристого цвета. Здесь и елочки, и звездочки, и снежинки. Все такие интересные элементы. Они с дырочками. Их куда-то можно нанизать. Я уже открыла, посмотрела. Они довольно-таки плотные. Ну, толстенькие такие, не такие тонкие пленочные, что ли. Они более такие крепкие. Такие элементы тоже купила. Так. И, пожалуй, все. Но в декоративных целях я еще взяла вот набор декоративных наклеек. Я такие уже брала, но они были такие розовенькие. А вот эти просто серебристые. Они хорошо клеятся. Думаю, что-то буду декорировать тоже на Новый год. Вот, пожалуй, из новогодних и все. Дальше. Давайте покажу, наверное, продуктовые покупки. Взяла, как всегда, вот такой соус чили острый. Всегда беру. Очень нравится нам. Вот. И первый раз взяла пасту, макароны. Все девчонки хвалят. Я как-то ни разу не брала. Вот попробую. Если понравится, буду брать еще. Я пока взяла только один пакетик. Взяла, как всегда, вот эту ламтишку. Нашим очень нравится, детям. Ну, это такая уже классика жанра. Все знают, все берут. Ну, вот в обзорах девчонок я услышала про вот такой торт бисквитный. Вот, кто не видел, по-моему, это новинка. Вот тут написано. Кокосовый бисквитный торт. Еще какой-то там есть. Не кокосовый, клубничный, что ли. Не обратила внимания. Просто девчонки хвалили вот этот торт. Что я взяла сразу два. Правда, он стоит 77 рублей. Я вот один торт открыла. Внутри он, сейчас покажу, он вот такой. Вот, смотрите, он совсем небольшой, конечно. Совсем маленький. Но очень вкусный. Я даже уже попробовала. Вот, хотела показать вам с прослойками крема. Вот такой тортик. Сверху посыпан кокосовой стружкой. Советую, попробуйте вкусный торт. Ну, состав, конечно, я внимательно еще не читала. Но мне не понравилось, что содержится пальмовое масло. Ну, изредка, наверное, можно все-таки. Из продуктовых покупок, пожалуй, все. Взяла я еще вот такие салфетки из вискозы. Я и раньше их брала. Но вот цвет мне понравился. Такого цвета я что-то первый раз вижу. Или они не были. Или просто я первый раз увидела. Мне цвет понравился. Были еще такие нежно-розового цвета. Тоже красивые оттенки. Здесь 15 штук, по-моему, да. Очень люблю вытирать все. Вот. И как всегда, как же уж побывать в фикс-прайсе и не покупать контейнер. Еще один такой взяла. У меня, по-моему, таких уже три. Очень нравится мне и размер, и вот эти ячейки. И то, что так плотно хорошо закрывается. Мне для мелочей очень удобно. Поэтому взяла. Так. Я еще увидела вот такие коробки для рукоделия. Написано две штуки здесь. Вот я сейчас хочу открыть и посмотреть. По-моему, вот здесь разделение идет. По-моему, здесь вторая коробка без крышки, что ли. Что-то я крышку там не вижу. Давайте откроем. Вот. Жестяные вот такие. Ой. Ага. Они как бы двухэтажные получаются коробки. Вот это нижнее. Очень интересный дизайн мне показался. И вот это вот верхнее. Да. Интересненько. Сейчас. Если это не крышка. Нет. Это такое дно. Короче, вот такая штука двухэтажная. Для катушек, пуговиц, наверное, тоже удобно. Именно это и нарисовано здесь. Вполне интересная штука. Так. Еще я купила для поделок пистолет клеевой и стержни. Я первый раз беру в фикс-прайсе. Не знаю, будет работать или нет. Еще не проверяла. Ну, такой известный уже всем пистолет. Хочу заняться декорированием на Новый год. Так. Что я еще взяла? Еще я взяла пистолет. Ну, игрушечный револьвер. Для младшего сына взяла. Вот такая штука. Вот так стреляет. Звук есть. С инерционным механизмом и звуковым эффектом написано. Ну, за 50 рублей, я считаю, это неплохая игрушка. Вот. Был еще такой серебристый в оформлении. Вот такой пистолет купила. Что я еще взяла? Взяла еще ватные диски. Тоже классика жанра. 140 штук здесь. Они очень удобные, очень хорошие. Это очень хорошая цена. И всегда беру по мере необходимости. Взяла еще зубную пасту. Колгейт. Нам очень нравится. По-моему, это самая лучшая паста из фикс-прайса. Я к такому выводу прихожу. Взяла еще солевые батарейки. Они обычные, тоже классика жанра. Все уже знают. Не могу особо хвалить. Они быстро заканчиваются. Но по мере необходимости, почему нет. Здесь их много. Целых 10 штук. Вот. Еще, наверное, это уже последняя покупка. Взяла набор гелевых ручек с запасными стержнями. Четыре ручки и шесть стержней. Вот. Черные чернила написано. В этот раз, по-моему, ручка удобна. Я в прошлый раз брала... Ручка была толстая. Писать неудобно. Вот. Сейчас просто хочу проверить, на самом ли деле черные стержни. А то обычно пишут одно, на самом деле бывает другое. Вот такие ручки. Ручки, по-моему, удобные. Сейчас покажу, как пишут. Кстати, пишут неплохо. Вот. И вот у меня чек. У нас в фикс прайсе все по 50 рублей. И знаете, перестали принимать карту, вот эту бонусную карту фикс прайса. Хотя вот тут написано, купите карту, копите баллы и все такое. Но мне сказали на кассе, что с 15 октября перестали принимать вот эту бонусную карту. И даже не объяснили, почему. Вот. Может, у вас тоже в городах такое происходит? У кого? Как, девчонки? Напишите, пожалуйста. Принимают ли у вас вот эту бонусную карту? Вот такие были у меня покупки. Всех благодарю за просмотр. И пока-пока. До следующих встреч.